добрый день друзья сегодня у нас очередная подборка бюджетных автомобилей от 800 евро и не дороже 2000 евро где какой автомобиль снимался как обычно вы услышите в процессе просмотра адреса площадок будут указаны в описании к этому видео друзья перед обзором хочу напомнить если кто не подписался обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик чтобы вовремя получать оповещение о новых видео а также пишите комментарии и если интересно ставьте лайки приятного просмотра opel комбо 2005 года автомобиль находится в польше город августов дизель 1 и 7 механика пробег двести двадцать четыре тысячи цена одна тысяча пятьсот шестьдесят евро стекла затонированы задний салон не видно и отсюда не намного лучше и 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 Царапинка на водительской двери и ржавое левое переднее крыло. Куда Октавия 2003 года. Автомобиль находится в Мариамполе, 2 литра бензин, механика, цена 1150. Продолжение следует... Продолжение следует... Повреждена кромка задней левой двери и вмятинка. Друзья, все подборки автомобилей по бюджетным ценам вы сможете посмотреть, перейдя по подсказке, которая сейчас появилась вверху на экране. Опель Омега 1997 года. Автомобиль находится в Кидайняе, 2 литра бензин, автомат, цена 1250. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нравятся мне эти машинки. Когда-то давно я хотел такую, но так и не срослось. Не было у меня такой. Продолжение следует... 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 Играет музыка. Ниссан Икстрейл 2002 года. Автомобиль находится в Мариамполе. 2 литра бензин. Механика. Цена 1900. Крязное водительское сидение. Играет музыка. Играет музыка. Крышка багажника, видимо, стоит от другой машины. Играет музыка. Цена 1450. Играет музыка. Играет музыка. По машине видно, что продавец на ней, видимо, сейчас ездит. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Шкода Фабия 2006 года. Автомобиль находится в Мариамполе. 1,4 литра бензин. Механика. Цена 1750. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Поцарапана задняя левая дверь. Также небольшая вмятинка. И вмятинка на водительской двери. Мерседес Е270 2001 года. Автомобиль находится в Германии, город Гамбург. 2,7 литра дизель. Автомат. Кожа. Люк. Пробег 300 тысяч. Цена 1950. Придаётся комплект колёс. Вмятина на правом переднем крыле. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! КОНЕЦ! КОНЕЦ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Автомобиль находится в Кидайняе, 2 литра дизель, механика, цена 2000 евро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко проступает ржавчина на правом переднем крыле. Продолжение следует... Продолжение следует... И вмятинка на крышке багажника. Продолжение следует... 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 Опель Вектра 2003 года. Автомобиль находится в Мариамполе. 2,2 литра дизель. Механика. Цена 1350. Продолжение следует... Небольшая царапинка на заднем левом крыле. И подмятан левое переднее крыло. Шкода Октавия 2001 года. Автомобиль находится в Кидайняе. 2 литра бензин. Механика. Пробег 253000. Цена 1450. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ВОЛЬКСВАГЕН БУРА 99-го года. Автомобиль находится в Германии, город Гамбург. Бензин 1.6, механика. Пробег 170 тысяч, цена 1850. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Опель Вектра 2009 года. Автомобиль находится в Мариамполе. 1.8 литра бензин, механика. Цена 1450. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Шкода Фабия 2002 года. Автомобиль находится в Мариамполе. Повреждено левое переднее крыло. Такая серьезная вмятина. 1.4 литра бензин, механика. Цена 850 евро. Редактор субтитров А.Кулакова Подмята правая передняя дверь. Редактор субтитров А.Кулакова Вмятина на левом заднем крыле. Опель Корсо 2007 года. Ржавая кромка капота. Автомобиль находится в Кидайняе. Дизель 1.3 литра. Цена 1800 литра. Редактор субтитров А.Кулакова Отходит резинка на заднем стекле. Редактор субтитров А.Кулакова Повреждено левое заднее крыло и бампер. И передний бампер снимался и плохо установлен. Друзья, на этом сегодняшний обзор закончен. Смотрите канал, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Всего доброго. До следующих обзоров.